И далее у нас, опять же, ну, как мне кажется, весьма интересный бой. Марк Диакиси встречается с Джо Даффи. Марк Диакиси, ну, совсем недавно, три боя назад, был таким впечатляющим проспектом, не битым до UFC, с рекордом 3-0 в UFC, но затем началась вот эта, вот такая своеобразная черная полоса. Сейчас у него лустрик из трех поражений подряд, Дракар Клоза его выиграл с плитом, Хукер поймал на гильотину в третьем раунде, и Насрат Хакпараст, ну, прямо скажем, просто жестко его отпиздил и выиграл бой темногласным решением судей. В общем, у Диаки сейчас совсем все плохо, и, опять же, ну, по идее, ему никак нельзя четвертое поражение подряд здесь получать. Но, что касается Джо Даффи, здесь, ну, немножко дела получше обстоят, у него не так много поражений, и за последние четыре боя у него 2-2, поражение от Дастина Парье, затем две победы, Митчи Кларка и Резу Мададди он выиграл, затем поражение от Джеймса Вика. Во втором раунде в конце Вик поймал на достаточно такой красивый удар Джо Даффи. Но это было в конце 17-го года, и после этого у Даффи была травма, собственно, не выступал он, получается, больше года. Ну, и сейчас он, вроде бы, готов вернуться. Марк Диакиси, да, учитывая все вот эти его сейчас кучу поражений, он идет андердогом за 2,8, Джо Даффи за 1,45, ну, такой весьма весомый фаворит. Как ты считаешь, Андрю, здесь все правильно расставлено? На самом деле, они, в принципе, повторяют историю друг друга. Джо Даффи тоже являлся таким крайне перспективным парнем, который имел в своем рекорде победу над Конором Макгрегором. Тогда это было очень важно, всех было на слуху. И действительно, к бою с Дастином Парье он подходил таким достаточно ощутимым фаворитом. И с того боя, по большому счету, и начала складываться его карьера в том русле, в котором мы его видим сейчас. Он без какого-либо труда разбирается с низкоуровневыми оппонентами. Но как только у него встречается более скилловая, более серьезная позиция, у него начинаются проблемы. Что касается Марка Диакиси, то у этого парня какие-то реальные проблемы с психологией. Я не знаю, он дерется, он абсолютно не соответствуя своим навыкам, у него действительно очень выдающаяся физическая форма, у него отличные навыки в стойке. Но он не показывает вообще ничего из того, что умеет. И я думаю, что в этом плане он будет серьезно уступать Даффи. Даффи действительно обладает как минимум не хуже стойкой, у него достаточно нестандартный интересный бокс. И плюс к этому очень-очень хороший партер. По совокупности навыков, я думаю, что фаворитом его выставили вполне по делу. И скорее всего, он завершит досрочно этот бой, будь то в стойке или в партере. Да, согласен. По моему мнению, здесь Даффи совершенно по делу фаворит. Хотя, конечно, Диакиси, безусловно, нельзя списывать со счетов. Как ты и сказал, реально у этого парня есть навыки. Они на очень хорошем уровне, но вот что-то не складывается у него. Действительно, наверное, какие-то психологические есть проблемы. И вполне более предсказуемой лично для меня здесь все-таки смотрится победа Джо Даффи. Перейдем к следующему бою, который будет закрывать прелимы. Арнольд Аллен и Джордан Риналди. Ну, здесь опять же, по моему мнению, ну такой, может быть, не самый однозначный бой. Арнольд Аллен имеет такой неплохой рекорд, красивый 13-1. Только одно поражение. Насколько я помню, он проиграл польскому зомби Марчину в рожеку. Это было аж в 2014 году. В UFC сейчас у него 4 боя и все 4 победы. Правда, ну, не особо он часто выступает. Были здесь у него травмы. Ну, вот, в крайний бой он провел в мае 2018 года. То есть, опять же, уже почти год прошел. Встречался он с Мэтсом Бурнеллом. Был очень для Аллена это плохой бой, откровенно говоря. Потому что он проиграл этот бой. Бурнел проводил тейкдаун за тейкдауном. Насколько я помню, по-моему, там 6 тейкдауна Бурнелл смог провести. Но, тем не менее, в третий раунд, во второй половине, Аллен все-таки поймал Бурнелла на удушение и сумел сохранить в UFC не битый рекорд. В общем, ну, такой достаточно перспективный боец, но с некоторыми проблемами. Что касается Джордана Риналди. Ну, здесь у него уже рекорд не такой красивый, конечно, 14-6. Но, тем не менее, в UFC он уже провел 4 боя. Здесь он чередует победы и поражения. Дебют проиграл Абелю Трухилю. Затем Альвару Херреру он сумел удозрочить в первом. Грегору Гелеспи проиграл, опять же, в первом раунде. Но затем встречался с Джейсоном Найтом. Это было, кстати, совсем недавно. И, ну, реально был весьма такой интересный, весьма близкий, спорный бой. Некоторые там и победу Найта увидели. Но, тем не менее, Джордан Риналди проводил там тейкдауны. И, собственно, сумел выиграть этот бой. И здесь Алин идет за 1,67. Риналди идет за 2,3. Как ты считаешь, Андрюх? Учитывая, да, проблему у Алина в борьбе в прошлом бою. И учитывая, что Риналди, в принципе, бороться умеет. Здесь такие коэффициенты справедливые. Или, может быть, они поближе должны быть? На самом деле, я не согласен с тем, что Риналди провел близкий бой с Найтом. Он его просто обоссал в том бою. И многие из судей поставили тогда оценки, что-то в районе 30-26, 30-25 на MMA Decisions. И это был достаточно уверенный и хороший бой для Риналди. И для Алина, казалось бы, здесь все складывается достаточно неудачно. Потому что Барнелл, не помню точно, сколько он там провел все-таки тейкдаунов. Но проводил он их очень легко. Никаких проблем он не испытывал с тем, чтобы переводить и удерживать Алина на земле. И если вот так вот судить достаточно прямо по тем фактам, которые мы имеем. И Риналди, перешедший из 155 фунтов, он там и обладал достаточно неплохими габаритами. То в этой весовой категории он будет обладать прям, ну, очень серьезным преимуществом на Далином. У него будет и в росте, и в размахе рук, скорее всего, преимущество. И вполне вероятно в весе. Я не знаю на самом деле, что приготовил для Насалин на этот раз. Но если он будет проводить бои таким образом, как с Барнеллом, то у него будут серьезные проблемы. Потому что у Риналди не только удержание хорошее, но и Грэплин также находится на весьма высоком уровне. Я не знаю, Алину нужно конкретно так вот поработать над своим тейкдаун диффенсом, удерживать бой в стойке. Иначе, я думаю, у него будет очень долгая ночь. Да, безусловно. Учитывая такие цифры, я считаю, есть смысл здесь за Риналди притопить. У него вполне реально здесь и весомые шансы. Но, опять же, по моему мнению, Алин все-таки весьма перспективный. Он, кстати, молодой, ему всего 25. И, ну, такой вполне опасный боец, что он еще в прошлом бою показал. Поэтому здесь, конечно, его нельзя существо списывать. Но, опять же, повторюсь, по таким коэффициентам как-то Риналди более...